привет привет всем моим подписчикам я рада кто ко мне зашел заходите я всех жду давайте будем общаться но перед тем как готовить блюдо я вот хотела с вами лично поздороваться то в основном всегда на столе то посуда то руки но а друг друга мы никак не видим вот а теперь вот я собственно персоной к вам в гости сегодня ко мне внук придет сказал хотел в 4 прийти бабушка я в 6 но он когда приходит и мне хочется ему что-нибудь вкусненькое и он очень любит домашнюю шаурму ну думаю я сейчас все подготовлю а он когда придет я только в нее все замотаю и ему поджарю и тогда он довольны и бабушка довольная когда внукам хорошо и бабушкам хорошо что нам нужно для шаурмы из чего я ее делаю у меня куриная грудка я ее сейчас мелкой соломочкой порежу и обжарю с лучком на сковородке на растительном масле потом я нарезала уже капусты у меня вот капуста нарезанная морковку я взяла вот совсем немножечко луковица такая вот у меня это я все сейчас пошинкую и я сделаю заливочку уксус на сладкую заливочку чтобы она к этому времени промариновалась чтобы она была вкусная и у нас там будет значит лаваш который у меня был всегда лежит в морозилке это всегда для него я достаю его из морозилки размораживать сейчас разморозится сам отойдет как надо вот надо будет кетчуп майонез я смазываю потом у меня будет мясо пожарено будет огурчик помидорка майонезик и капустка будет как для салатика и будет у нас еще там сырок потерт потом это я все в шаурму заворачиваю и обжариваю ну давайте сейчас я вам покажу что я делаю на данном этапе морковку сюда пошинкуем капусту шинкуем морковь так я вот уже видите в капусту лук морковку запустила теперь мы делаем заливку что нам сюда нужно у меня вот здесь воды до 100 грамм я ее вот сюда выливаю кружечку уксуса чайную ложку это будет много сейчас я вот пол чайной ложки уксуса надо будет попробовать так пальчик раз нормально так уксус мы сюда полили закроем а то не дай бог разольем так что это у нас соли мы сюда тоже посолить пол чайной ложечки соли сюда а сахаром и сюда две чайные ложки все размешиваем и льем растительного масла на глаз девочки ну сколько но 30 грамм все прозвели получилось вот такая у нас заливочка так сейчас я ее попробую еще перчика я сюда посыплю так и будем заливать вот это все наше дело ой сейчас как постоит промаринуется будет такая вкуснятина все перемешаем и пусть все стоит маринуется а у нас потом это все будет готово только останется завернуть в лаваш и обжарить вот сейчас это будет мариноваться стоять а я куриную грудочку порежу соломкой и буду ее обжаривать ну вот я уже нарезаю куриную грудочку вот такими я нарезала стейками и и вот тоненькой а теперь тоненькая вот она очень быстро поджарится соломочка ее нарезаю это мяско нежная она очень быстро готовится посмотрите пережарилась наша грудиночка с лучком я ее посолила поперчила теперь уже я ее выкладываю и остается нам подождать внуков гости завернуть все в лаваш и обжарить и я вам это все покажу а сейчас все пока продолжаем готовить шаурму я нарезала уже огурчики помидорчики но это большая сейчас сделаем ее немного поменьше так и нужно нам размазать майонез с кетчупом это будет вот так все делаем быстро когда все заготовки уже есть у нас мяско курочка значит мы ее вот сюда такую сделаем побольше чтоб мясо было смотрите какая красота потом покладем капусточка маринованная промариновалась прекрасно огурчики для запаха помидорчики красота какая и потрем сырочек потрем сырок видите это сыр домашний который я делала недавно выкладывала натрем сыра сковорода у меня уже разогревается стоит на плите это выглядит вот так сверху немного добавим майонеза и все заматываем и это я кладу все на сковороду обжариваем все обжаривается буквально несколько минут и шаурма наша готова она хорошо держится обжарена с обеих сторон посмотрите какой у нее хруст стоит поджаренного вкусного давайте я вам разрежу покажу что у нас здесь есть посмотрите какая красота здесь и мясо и сыр и вот капустка все есть помидорчики огурчики делайте с удовольствием едят ее детки сейчас у меня внук будет кушать но я с вами прощаюсь вы не забывайте заходите ко мне на канал подписывайтесь будут еще легкие простые блюда я вас всех и жду